Против того, чтобы на духовом инструменте играли легато, я считаю, пока ты можешь, причем это независимо от, вот опять же, можете со мной не соглашаться, со мной могут спорить многие метры, я против того, чтобы духовые инструменты играли легато в джазе. Я считаю, пока вы можете играть даташе, ну, языком да, так, это надо делать до тех пор. Я честно, я против дара-дара-дара, я против этого. Но со мной многие не соглашаются, и, как бы, тут, у вас же есть уши, слушайте, крутых чуваков каких-то, представим, вот, Тларк Терри, например, ну, вот не слышал я, чтобы Тларк Терри играл на легато-пассаж. Ну, вот не слышал. Для меня, Тларк Терри, ну, вот для меня, как Трубача, для Трубача, идеал штриха, это, ну, понятно, что, ну, тоже так нельзя говорить, их много, то есть можно называть огромное количество, но вот каждый раз, когда я слушаю Тларка Терри, я поражаюсь одному, ну, какой-то идеальный у человека штрих, никогда не играет легато, он всегда играет, у него атака всегда очень четкая, очень конкретная, то есть он все отбивает языком. Легато начинается, когда уж такой, ну, совсем прям дубль такой жесткий. Ну, ладно, все не так плохо, что, притихно. Все супер. Хотел бы спросить, как вы готовите импровизацию? Дело в том, что каждый джазовый музыкант готовит соло по-своему, и что вы там, выучиваете какие-то фишки, и вообще какую долю в соло у вас составляют импровизации? Ну, вот я не буду врать, я вообще классик. Я классик по своей сути, и я, к сожалению, в джаз пришел очень поздно. Я закончил как классик, ну, вышку нет, вышку я уже получал, как бы, ну, там вообще другая история была, в Кульке, в Кульке я доучивался в эпоху медитизма, и я вообще не учился. Я могу сказать, что я был страшно малодушным человеком, я был страшно малодушным человеком, и где-то, когда мне было лет 25, вокруг меня были юные гении, мои ровесники, которые прекрасно уже импровизировали, вот, и у меня была некая малодушие, мне казалось, что мне поздно начинать импровизировать. И потом я, по-моему, позже уже, я попал к Александру Викторовичу Осичуку, к которому я ходил 3 года. И я понял, что учиться вообще ничему мне никогда не поздно. Я к тому, что это я сейчас, вот, я сейчас, как себя сам оправдываю, что я невеликий импровизатор, поэтому мне приходится свои соло готовить, готовить заранее, продумывать какие-то. Есть какой-то, как минимум, стандартный набор фраз, которые... Вот есть один очень интересный момент. Вы обращали внимание, что каждый из вас иногда играет чуть удачнее в плане импровизации, иногда менее удачно. Причем иногда мысль, она идет, вот, прям вот она идет, а иногда прям вот четко, совершенно, да. Технически вы на одном и том же уровне. По знаниям вы тоже на одном и том же уровне. Вот чем объяснить, что один раз у вас это получается здорово, а второй раз не очень? Куражом. Ментально. Настрой? Настрой ментальный. Состояние сознания. Совершенно верно. Кураж тоже, да, безусловно. Можно назвать это состояние сознания. Значит, вот великие, великие они тем хороши, что у них, видимо, всегда состояние сознания, оно такое, что их всегда, пардон, простите за это слово, прием, ну, кураж, прием. Хотя, если взять, там, книжечку, представим, я, по-моему, зажал ее у братьев БРИ, организации Чарли Паркера я у них зажал, надо будет им отдать. И еще у меня есть Клиффорда Брауна. Значит, и, ну, такие хорошие распечатанные книжки, сейчас, понятно, все в интернете, сейчас даже еще не распечатаны. И когда ты начинаешь анализировать соло величайших людей, вдруг оказывается, что на одни и те же, ну, на одну и ту же гармонию, они постоянно, ну, очень часто в разных соло играют одни и те же фразы. Есть, кстати, латино, да, у Артура Сандавала есть несколько пластинок, между которыми разница в 20 лет. И у него соло там очень близкие. Это говорит только о том, что помимо того мелодического языка, которое надо снять, выучить и знать, ну, там, если мы говорим про турбачей, это там, Клиффорд Браун, Вуди Шоу, Фредди Хаббард и так далее, и так далее, и так далее. Если сексфонисты, вы сами прекрасно понимаете, Паркер, Калтрейн и Майкл Брейкер, вот помимо этого у человека должен быть свой собственный какой-то мелодический язык, свои какие-то собственные фразы, которыми он пользуется. Поэтому, ну, как готовиться? Во-первых, понятно, что продумаешь, а во-вторых, это опыт. Стоять на сцене – это колоссальный опыт. Поэтому, ну, в какой-то момент это, наверное, уже начинает получаться плюс-минус само, а до этого надо понимать четко, что ты будешь играть, продумывать и знать. Я не к тому, что надо писать, ну, учить и писать соло, ни в коем случае не про это. Хотя, наверное, тем, кто этим не владеет, надо начинать секс. Ну, здесь, судя по тому, что я слышал, особенно, да не то, что вообще, везде, просто. То есть колоссальный уровень у вас у всех. А вы можете сказать, какой процесс проходит вот ансамбль, когда собираются музыканты высокого уровня, но при этом не возникает взаимодействия? Что они проходят, прежде чем возникает эта химия, особое ощущение? Нет, ну, химия, мне кажется, химия это такая вещь, она это как любовь, она вот либо сразу возникла, либо ее уже никогда, она не придет. Если в ансамбле не возникла химия, его вместе собрать, может, только, могут собрать только деньги. Ну, правда, тур, хороший тур, либо хороший администратор, который делает работу. Химия же это не только, мы сейчас говорим не о личных отношениях, кто кому нравится, кто с кем дружит. Сейчас мы говорим о том, что, ну, вот есть музыканты, с которыми я не очень дружу, ну, во всяком случае, где-то в глубине. Но меня настолько завораживает, как они играют, что я счастлив их приглашать, или если они приглашают меня. Поэтому химия, это, конечно, когда тебе нравится, как играют люди вокруг тебя, и ты просто счастлив от этого. А дальше, если то, что вы делаете правильно, вот тут тоже есть два момента, есть два момента, какой продукт может быть. Один продукт, это тот, который вы делаете на потребу публики. Вы понимаете, примерно, что им сейчас нужно. Ну, там, девушка в красивом платье, какие-нибудь джазовые стандарты, более современные обработки, и просто продаете это. Ну, счастья от этого я не уверен. Не, может, что-то будет от этого? Ну, девушка точно будет испытывать счастье, что она в красивом платье. Вы не будете от этого испытывать счастье. Есть второй путь. Это когда вы делаете то, что вы любите, и то, что интересно вам, и пытаетесь убедить публику в том, что это круто. Но тут есть еще один момент. Кстати, такой тоже спор. Вот был в Virgil Donate, привозил как-то такой суперпроект, который называется Planet X. Ничего в жизни я не слышал, чтобы меня больше завораживало, чем этот проект. Вы знаете, многие знают, о чем я говорю, или нет? Если нет, то это приятно. Значит, если нет, все в YouTube и смотреть Planet X, Virgil Donate. Значит, к джазу это не имеет, это музыка не для всех. Но вы музыканты. К джазу это имеет весьма и весьма какое-то отношение, ну, где-то корни какие-то, потому что там импровизация. Но, вообще, по большому счету, по жанру, ребята, тяжелый рок, скорее, какая-то тяжелятина такая. По степени мастерства это просто открыть рот, и ты вообще не понимаешь, там такие слипы, там каждый из музыкантов просто бог, начиная с Virgil, у которого просто какая-то, ну, феноменальная техника, и ты вообще не понимаешь, как он играет. Когда ты понимаешь, сколько у них смещений акцентов, какая сложная эта музыка, ты вообще не понимаешь, сколько они репетировали, и плюс от них идет такая бешеная энергия. И вот я сейчас вам приведу пример. Один из фестивалей Игоря Бутмана «Триумф джаз» в Доме музыки. «Триумф джаза». Значит, полный зал народу в первом отделении Big Band Бутмана, ну, там, в какой-то певице, не помню, или там, Алла Харрис был, или кто-то еще, кто-то еще. Все прекрасно, второе отделение, это второй день фестиваля, Virgil Donatik, хедлайнер фестиваля. Полный зал народу. Они начинают играть, но там просто, ну, там просто убийца. Значит, две трети зала вышло после второй композиции. Они бежали. Мне было, честно, мне было просто страшно, стыдно. Больше всего мне было стыдно за наши, не буду называть имена музыкальных критиков, которые тебе привезли хедлайнера. Ты его никогда в жизни, наверное, больше вживую можешь и не увидеть. Хедлайнер-барабанщик. Он пока еще не сыграл ни одного соло. Даже если тебе не очень нравится эта музыка, ну, дождись ты третьей композиции, где он играет соло. Дождись. И вот люди, которые называют себя джазовыми журналистами, с непечатными словами, хотя, собственно говоря, литературное слово – говно. Значит, они выходят... И вот эта узость такая вот, страшная узость мышления. Но почему я вам рассказываю? Треть зала осталась. Всего треть. Мне было ужасно стыдно, просто ужасно мне было стыдно за то, что люди не шли. Да, на тебе, бедный, расстроился наверняка. Но треть зала, весь оставшийся концерт, мы стояли. Мы даже не могли сесть. Мы постоянно аплодировали. Мы стояли. Это было просто невероятно. Это завораживало. И если он приедет еще раз, понятно, что те люди, они потом там даже были люди, которые у Игоря Бутмана просили, ну, они же думали бы... Они ждали вот этого. Вот, помню. Да, они ждали джаза, они ждали. А они подходили, говорят, ну, это же не джаз. И просили вернуть деньги за беду. Что за беду? А как вы относитесь к деятельности такого радио, как радио джаз, это дискредитация, люди потом будут думать, что они слушают джаз, а приходят, вы считаете, не то, что вы думаете про это? Они думают, что они слушают джазовую музыку. Потом они приходят на концерт Игоря Бутмана и уходят в этот зал. Сейчас я вам постараюсь ответить. Сказать, что то, что там происходит, это хорошо? Нет. То, что происходит там, не очень хорошо. Хотя в последнее время там есть композиции, которые достойны. Согласен, что особенно недавно еще там было очень много туалетной такой музыки. Прям совсем. Да, да, да. Вот такой туалетный. В вашем юном возрасте правильно быть максималистом. Да, это плохо, да, они уходят, нет. Но попробуйте всегда на любую проблему посмотреть. Ну, вот представьте, как будто вам надо защитить это радио. Обвинять его, вы уже его обвинили. Теперь представьте, как будто вам надо его защитить. Бренд джаз звучит. Хорошая музыка там есть? Есть. Даже если, слушая плохую музыку, мы понимаем прекрасно, что те люди, которые понимают, что это плохая музыка, значит, они знают хорошую музыку джаза. И они джаз любить не перестанут. Люди, которые вообще не знакомы с джазом, согласен, есть те, кто выключат это радио и скажут, да, ужасно, что ли. Но есть те, кто правильно совершенно придут на концерт того же самого Игоря Бутова. И мы с вами должны хотеть, чтобы они пришли именно на концерт Игоря Бутова. Потому что они придут туда и скажут, о, здорово. Почему? Почему я вообще говорил о донате? Высшая степень мастерства в любом жанре, даже если это балет, а вы в нем ничего не понимаете, завораживает. Я не знаю ни одного человека, который бы в Ютьюбе бы, не посмотрев отрывок из фильма «Белые ночи» с Михаилом Барышниковым, если вы этого вдруг не смотрели, это три с половиной минуты. Каждый из вас просто обязан залезть в Ютьюб и посмотреть отрывок с Михаилом Барышниковым из фильма «Белые ночи», где он танцует под Высоцкого, под «Очий черный». Можно не любить балет, можно никогда его не смотреть, но когда ты видишь высшую степень мастерства, это завораживает. Поэтому люди, которые никогда в жизни не слушали джаз, если они придут на концерт мастера, привожу пример, концерт Маркуса Миллера на фестивале «Усадьба джаз». Со мной стоит мой товарищ, такой крупнее меня раз в полтора, поет в Большом театре, второй ролик такой. И который прожужжал мне уши, как он не любит джаз. И вообще, что он пошел туда за компанией, потому что свежий воздух и все хорошо. И вдруг выходит Маркус Миллер. Человек не самый легкий, кстати, для восприятия. В общем, ну не самый легкий. Хотя он, но это шоу, в хорошем смысле слова, в хорошем, не в плохом. Это артист, это мастер, все выстроено, там Майкл Патч стерт на трубе. И вообще, ну я всегда только трубачей, как я его знаю, всех стали как-то забывать. И он стоял эти полтора часа, он стоял абсолютно завороженный, и он понял, что, оказывается, не только, не только Ария Регалетта, в общем, это музыка, а это тоже музыка. Поэтому я, я с вами согласен, и я с вами не согласен. Когда вышло шоу «Большой джаз», то есть он в больной доме. Ария Регалетта, episode 6, Program джаз錯